Сборка фильтра. Сюда нужно установить уплотняющие прокладочки резиновые, но перед этим их нужно смазать вазелином, так написано в инструкции. Сборка фильтра. Сборка фильтра. Сборка фильтра. Это нужно делать, чтобы в процессе эксплуатации Эти резинки не слиплись с колбами Их можно было просто извлечь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... эти тоже резиночки нужно промазать вазелином и вазелином и вазелином и вазелином Последняя колба. Последняя колба. Последняя колба. Распечатываю картриджи. Последняя колба. Последняя колба. Последняя колба. Первый картридж это механическая очистка. Он устанавливается первый, вот стрелочка показывает направление движения воды в фильтре, сюда подключается от водопровода. Специальный ключ для закручивания колб. Плотненько нужно затянуть. Так, здесь важен также порядок установки картриджей. Это можно посмотреть в инструкции. Вот здесь есть таблица, в которой видно, вот фильтр мой и вот порядок установки. Каждый картридж подписан, имеет свою маркировку. Поэтому я сейчас посмотрю, какой. Вот первый это фильтр, механический фильтр. Он первый устанавливается. Второй. Второй, второй. Это фильтр для умягчения и обезжелезивания. Вот этот фильтр. Фильтр устанавливается уплотняющей прокладкой вверх. Устанавливаю сюда плотненько прокладку. Вот. И дальше ставлю фильтр в колбу. И сюда. Так же самое зажимаю. Есть. Ну и последний угольный фильтр. То же самое. Ставлю прокладку. Устанавливаю в колбу. И закручиваю. Так, в принципе, фильтр собран. Осталось его установить под мойку и подключить вот такими трубочками. Это трубочка к этому фильтру, к мембране. Одна трубка от водопровода. И вторая трубочка будет идти уже на сам кран.